Всем привет дорогие друзья! Не так давно вышло обновление в котором апнули японских тяжей Type 4 и Type 5 Heavy и надо посмотреть броню, посмотреть куда лучше всего пробивать их. И попутно, чтобы освежить у вас память и куда пробивать этих бронированных мега монстров, рассмотрим все другие модели и начнем конечно же с OE, который у нас является первым таким наиболее бронированным танком в ветке исследований японских тяжей. Итак, куда же их лучше всего пробивать? Корпус у нас 150 миллиметров спереди и сзади, в корме тоже. Вот здесь вот уязвимые места, вот эта вся плоскость 150 миллиметров под небольшим накладом 160. А вот башенки вот здесь вот имеют у нас по 150, вот такие вот небольшие прямоугольнички, сюда можно пробивать тоже довольно просто. А дальше идут скосы, вот здесь вот видите у башенок, здесь уже 170 миллиметров. Сама башня у нас имеет 150, но приведенки около 175, башенка 160, корпус 220, 270, в общем вот эту нижнюю часть корпуса вообще не стреляем, сюда не пробьем, стреляем вот полностью в верхнюю часть корпуса. Если ставим танк ромбом, что мы имеем? Да, приведенки тут немножко возрастает, но хотя сам борт корпуса имеет 70 миллиметров, поэтому сильно танк ромбом не поставишь. Плюс вот эти вот места, где не защищены экраном, вот этот фиолетовый кран, здесь вообще брони не так много, 35 миллиметров плюс гусеницы тут 40, и того где-то 100-120 миллиметров приведенки вот сюда вот можем смело стрелять и пробивать. Основные места тут конечно бронированные, ну плюс башенки в принципе не забываем. Если стреляем в экран, то сами видите тут приведенки уже 220, тут нормально возрастает, уже будет пробивать более трудно. Что касается борта, борт наиболее не бронирован у этого танка, тут 70 миллиметров до 110 максимум. Башня опять же по кругу имеет 150 миллиметров. И с кормы тут конечно сюрприз, тоже 150 миллиметров, поэтому тут тоже если не хватает пробития, то можно не пробить этот танк. Но стараемся стрелять самые такие вертикальные поверхности, чтобы меньше давать шансу танку на приведенную броню. Опять же этим танком можно танковать ромбом и задним, поэтому он может увеличить свою приведенку за счет постановки танка ромбом, как спереди, так и сзади. И следующий у нас на очереди это Они, танк седьмого уровня, японской ветки тяжелых танков. И давайте посмотрим. Тут немножко нарастили ему броню во лбу, 175 миллиметров у него перед. Вот, если так смотреть, у него тут много складок, такой а-ля боец-сумаист. 225 миллиметров, вот более тонкая идет поверхность, ну вернее более она вертикальная, 186 миллиметров и нижняя 226. То есть вот эту вот среднюю лобовую деталь вот сюда вот можно выцеливать. Либо выцеливаем вот сюда вот в башенке, вот эти вот квадратные зоны, 175 миллиметров здесь. Дальше конечно идет приведенки, здесь брони больше и сам корпус тут до 240, плюс всякие там щечки у него, они до 300 миллиметров. Тут конечно трудно пробить. А вот сама башня, можно в ней найти вот такие вот небольшие вертикальные поверхности по 200 миллиметров и сюда можно пробивать. Щеки башни конечно трудно пробить, 260-290 миллиметров. Ну если видна только башня, башня конечно можно еще в башенку командира выцеливать, но она очень маленькая. Тут 150 миллиметров, но тем не менее выцелить можно, пробить можно. Борт у нас 70 миллиметров, поэтому танк не играется. Ромбом сразу пропадает его вся приведенка, которая была во лбу. Тут 180-150 миллиметров во рту, поэтому, ну опять же если стреляем в верхнюю часть, то пробить этот танк легко. Если стреляем в экран, вот тут уже да, тут возможны нюансы, но если стреляем ближе к переднему катку, то пробить этот танк все еще становится очень просто. Итак, борт 70 миллиметров, ничего тут сложного пробития нет, даже стреляя в экран, на танк будем пробивать. Главное кумулями не стреляйте. И башня, вот башня вот центральную часть, вот это вот лучше всего пробивать, здесь 150 миллиметров. Слева чуть больше миллиметров, 170 справа, 200-250, тоже немножко сложнее пробить. А вот эту вот центральную часть, ну вот можете ориентироваться на башню командира, сюда очень легко пробить. И традиции японских танков, сзади танк лучше бронирован, чем с борта. 150 миллиметров мы имеем в заднице, в башне тоже 150 миллиметров. В общем, не так много миллиметров, но если что-то там как-то подвернет задницу каким-то образом, то может даже что-то и отрикошетить. Вот так в общем. А на очереди у нас танк ОХО, это восьмой уровень. И тут, конечно, традиция с тонким бортом все еще продолжается, но борт уже, конечно, немножко нарастили. Давайте посмотрим. 200 миллиметров у нас везде во лбу, нигде вы просто не найдете меньше миллиметров, ну нигде просто. Начнем с нижнего бронелиста. 265, дальше у нас 210, дальше 220, башенки по 200. Вот самое тонкое место это башенки, вот их можно выцелить, но влево-вправо опять же возрастают миллиметры, поэтому вот в самый центр нужно стрелять 200 миллиметров, либо стреляют в башню. Здесь тоже у нас 200 миллиметров, 205 вернее приведенки, но тоже 200, обычная толщина. Щеки, конечно, по 400 уже, поэтому сюда стрелять трудно. Маленькая такая башенка командира и то имеет 200 миллиметров, то есть спереди, запомните, меньше 200 нет. Поэтому, если ваша пушка не пробивает, заряжаем голду сразу. И этот танк первый, кто может танковать бортом. Да, у него 105 миллиметров, но все-таки приведенки он какой-то имеет. И этот танк я сейчас прохожу, и бортом он, в принципе, нормально танкует, и робом его можно ставить. Все-таки там брони все еще много. Опять же, спасает очень вот этот большущий фиолетовый экран. Самое тонкое место, как обычно, целимся в каток. Здесь там порядка 190 миллиметров. Щечка тут у нас, ну и то она 220, и дальше борт просто тут уже очень много. Ну, трудно будет пробивать, если только вот выцелим в башенке куда-то, вот в передний каток. Там где вот 200 у нас миллиметров в саму щеку. Туда еще можно пробить, если танк поставить робом. С борта у нас тут же проблем с пробитием не будет. 105 миллиметров, 105, в общем, везде по 105. Башня, я напомню, 200, она везде по кругу, поэтому лучше стреляйте в борт. Ну, на крайняк, в заднюю часть башни можно тоже пробивать танк. И 150 миллиметров, по традиции, у нас карман. Все поверхности вертикальные, пробивать сюда, ну, довольно легко. Поэтому выцеливать особо нечего. Но, замечу, башня, опять же, 200 миллиметров, поэтому лучше стреляйте в корпус этому танку. Вообще, танк, который мы сейчас будем рассматривать, это Type 4 Heavy, 9 уровень. Можно назвать танк 260 миллиметров. Сейчас поймете, почему. Потому что у него во лбу везде все по 260. 250 миллиметров его номинальная броня, но при веденке 260. И более все вот эти вертикальные поверхности, 260 миллиметров, щеки и того. Более башни 260, маска 280, щеки и того, понятно, больше башенка командира. Вот самое, вот нашел вот здесь вот маленькое, тонкое место 200. Ну, я не знаю, вот случайно на него попадаю, а так вообще 300, 270, 250. Ну, то есть, опять же, я не знаю, как этот танк пробивать, только на какой-то ПТС, который пробитие за 260, по 270 и более, только так. Либо заряжать голду. Можно танк поставить, конечно же, ромбом, но это не сильно поможет. Да, вот образуется вот такая вот щечка, которая, можно ее проще всего пробивать, 220 миллиметров здесь. А так, в целом, даже передний каток не спасает, нигде тут нет ослабленных таких зон, 270 миллиметров. Плюс, если в экран попадаем, то вообще ничего не можем пробить. Есть вот такие вот ушки. Вот сюда можем попасть, и если вот целимся прямо в башню, вот в основании ушка, здесь 170 миллиметров сюда еще можем как-то пробить. Но если чуть-чуть левее, правее, тут уже все, дальше как бы идет снаряд в скользь башни, сюда же ничего не пробивается. Именно вот в основании сюда еще можно что-то пробить. Сам борт у нас 140 миллиметров, поэтому если вот перпендикулярно снаряд входит, то проблем никаких. Борт большой, отлично пробивается. С башней сложнее, у него 200 миллиметров, но все тоже можно пробить, если у вас пушка с пробитием там под 240-230. И по доброй традиции, 150 миллиметров у нас корма корпуса. Сюда проще всего выцелить, чем в башню. Башня все еще 200. Поэтому корпус сзади, самое, наверное, простое место у этого танка. Ну и, конечно, венестворение японских тяжей, Тай-5 Хэви, 10 уровень. Вот хотел сказать, что он 300 спереди, 150 сзади, но нет, немножко меньше все-таки у него брони. 270 вообще у него корпус, 280 башня. Итак, корпус 270, ну, около 280, немножко наклонен лист. 440, 285, самый нижний бронелист. Башня у нас 290, маска 280, ну, скосы понятно. А башенка командира, вот, если нас интересует, сколько она тут, 270, 260, ну, в общем, если стрелять, если пробитие там 276, примерно, там какой-нибудь базик 4, то башенку, в принципе, вы можете пробить. Все остальное бесполезно, чтобы наверняка, конечно, заряжать голду. Ну, иначе никак не пробить этот танк, тем более, если на расстоянии. Ну, и вот про эти ушки незабываемые, они все еще есть, можно в них что-то сюда закинуть, но они очень маленькие, это очень проблематично. Танк офигенно просто ромбом танкует от борта, тут 285 миллиметров, 285-300, экран сразу до 350 возрастает броня, в общем, ромбом танк офигенно просто действует. С борта не самое извиняное место, но здесь уже можем пробивать гарантированно вот верхнюю часть корпуса. Экран тоже можем пробивать, но тут периодически, видите, всякие там каточки, гусельки, и броня немного возрастает, но так в целом тоже борт по-прежнему одно из самых уязвимых мест. Ну, и с кормы, традиционные 150 миллиметров для японского танкостроения. Корпус сюда отлично все закидываем, залетаем. Здесь тоже у нас верхняя часть корпуса, тоже все неплохо. Так, башня, конечно же, 200 миллиметров, сюда чуть похуже будет залетать, но залетать тоже будет. Пробивать этот танк лучше всего на голде, либо если у вас пробитие за 300, тогда, конечно, вы что-то можете сделать. А у меня на сегодня все. Все, что хотел я вам рассказал, обновил информацию по бронированию японских тяжей. Всем спасибо за просмотр, не забывайте поставить лайк, написать комментарий, если что-то вы хотите дополнить, или, может быть, обсудить под этим видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и пока!